Интегрируйте банк в сервисы для бизнеса через Тинькофф Апи и с легкостью управляйте даже сложными процессами. Автоматизация финансовых задач сэкономит время и избавит вас от рутины. Тинькофф бизнес и дело делается. Всем привет, с вами Маша Гладких и это новый формат на моем канале ОК Маша. Что мы здесь делаем? Вы задаете волнующие вас вопросы, а я нахожу супер экспертов, которые четко, по делу, без воды дают на них ответы. Сегодня я решила позвать доцента, микробиолога, доктора биологических наук Дмитрия Алексеева и спросить у него, как взаимосвязаны еда и мозг. Прежде чем мы начнем, пишите свои вопросы в комментариях и не забывайте поставить лайк и подписаться. Поехали! Какова связь между пищей, которую мы едим, и деятельностью нашего мозга? Интуитивно кажется, что никакой связи нету, но два основных факта надо понимать, что, во-первых, еда может портить полностью наше здоровье, состояние, и это очень сильно влияет на мозг. И второе, еще более интересное, мы понимаем, что мы можем улучшить деятельность нервной системы, нашу соображалку, настроение, ну, вплоть до креативности, опять же, воздействуя определенными элементами еды. Ну, вот наука, она, собственно, этими вопросами и занимается. Только что смотрел статистику, бьют прям тревогу соответствующие врачи, которые, например, занимаются депрессией. За годы пандемии и последующие за ней год от году рост по 20% заболеваемости по всему миру. Статистика нам говорит о том, что у людей ужасающее состояние по поводу ментального здоровья. И первое, на что обращает внимание, это связь использования, например, антибиотиков и последующее возникновение в течение следующих пяти лет как раз депрессивных расстройств. Пандемия, лечение, изоляция, и это все влияет на наш кишечник. То есть, когда мы слышим слово антибиотики, нам уже привычно понимать, что антибиотики бьют по нашим хорошим микробам тоже, не только по плохим. И, собственно, хороших микробов можно убивать, а можно взращивать, поддерживать и так далее. И здесь еда является ключевым таким звеном. И мы видим, что действительно ультрапроцессированная еда, которая богата сахарами и сложными какими-то плохо усваиваемыми жирами, она максимально влияет на состояние мозга. Плохо кушаешь, фастфуд и так далее. Плохо себя чувствуешь, плохо соображаешь, когнитивный уровень снижается. А когда начинаем разбираться, то оказывается, что именно микробы страдают от такой еды, от такого лечения, то есть их становится гораздо меньше. И в этот момент наш мозг на это реагирует. Опять же, мозг тут, кишечник там, но между мозгом и кишечником протянут, ну как огромный провод, называется блуждающий нерв. Мозг наблюдает, а что там происходит в кишечнике. И если там все плохо, то по этому проводу в мозг поступает сигнал тревоги. И когда говоришь с гастроэнтерологами, самый частый сопровождающий симптом человека с расстройством кишечника – это тревожность. С положительной точки зрения, что мы можем сделать для нашего мозга по поводу питания? Первое, что можно всегда что-то убрать. Мы все много слышим, допустим, про такую вещь, как сахара. Действительно, в России люди потребляют добавленного сахара, то есть насыпанного в продукты, соусы, чай, кофе, газировки. 110 грамм в день – это супермного. Это там 30-35 кусочков. Мы даже этого не замечаем. Нужно ли убирать сахар? Можно попробовать и посмотреть, как ты себя будешь чувствовать. Там и внешние у людей отеки проходят, и настроение, и мотивация улучшается. Вторая история, что можно убрать или сделать поменьше – это промышленно произведенная, процессированная еда. Если у вас в жизни реально продукты только из упаковки, и нет никакого продукта из одного названия, когда состав из одного названия – картошка, огурец и так далее, если вы не готовите, и пока у вас хорошее настроение, то 3-4 года, и вы кандидат в то, чтобы погрузиться в это депрессивное состояние. Слушайте, получается, если ты не готовишь, то ты кандидат на погружение в депрессию? Если ты ешь какие-то все время батончики, шавермы, шоколадки и так далее, то фактически ты недокармливаешь свой микробиом, свой кишечник, и все начнется с тревожности, с такого чувства утром, что незачем тебе вставать, и вообще зачем это все нужно, и так далее, и так далее. И оно разовьется действительно в стойкое состояние депрессии. Опять же, наше оружие здесь – все сезонное, все свежее, все хрустящее, все сочное, максимальное разнообразие. Да, даже в том же магазине вместо шоколадки можно взять яблоко или орешки. То есть какие-то такие маленькие лайфхаки, которые мы внедряем в жизнь, они помогают нам превентивно работать с депрессией, или если нам уже грустно, то живая, свежая еда, она вот с точки зрения влияния на наше настроение, мозг и все биохимические процессы, она несравнимо лучше работает. Мы сделаны из того, что мы едим. Я слышала, что каждый прием пищи надо есть обязательно зелень, это так? У нас такое сообщество, которое любит микробов, это возведено фактически в ранг религии. Мы говорим, что 30-50 разных источников растительной пищи в неделю – это прямо маст. 30-50 – это как? Ну, это картошка, морковка, и тут 10 пальцев загибаешь – это привычный рацион современного горожанина. На самом деле листовых овощей много, орехов, семечек много, разных ягод много, разных фруктов много. То есть по 5-6 из каждой категории вот 30 и набирается. Просто у нас такая привычка по дефолту, что называется, что-то очень простое, одинаковое каждый день и так далее. Нужно эту привычку сменить на привычку искать разнообразие. Так, а что я давно не ел? А, угу, там вот такие ягоды. А, угу, вот такие орешки. То есть убрать лишнее и добавить больше разнообразия – все это. Убрать лишнее и добавить разнообразие. То есть я, например, убираю какой-нибудь булки, фастфуд, сахар. Ну, по возможности, да. Ну, сахар, знаете, как я исключила, честно признаюсь? Вот как я считаю, я исключила, я перестала пить кофе и чай с сахаром. И газировку убрала. Вот, да, газировка на самом деле основной источник. Да? А смотрите, вот еще непереносимость лактозы тоже связывается с тревожностью. Это так? Примерно половина россиян по генетике, мы знаем эту статистику, устроены так, что лактозу из молока они будут усваивать не очень хорошо. Что это значит? Что у них будет чувство газообразования, тяжести, может быть, немножко такие позывы побежать в туалет. Это происходит, когда человек выпивает прям стакан молока. Если человек, например, пьет кофе сверху с молочной пенкой, то даже при генетической непереносимости лактозы у него, может быть, все в порядке. Сыры разные бывают. Какие-то из них действительно содержат много лактозы, какие-то более твердые – нет. Кисломолочные продукты хотя и содержат лактозу, но из-за кисломолочных микробов она не так влияет, она легче усваивается. Самый лучший способ проверить, влияет на тебя лактоза или нет, это недорогостоящие тесты. А взять на неделю, две или три все источники вот этого молока, заменить на что-то другое. То есть кофе попробовать на растительном молоке, может быть, попрощаться ненадолго с сыром, тоже чем-то вкусным другим его заменить. Ну и если есть кисломолочка, тоже выбрать сейчас огромный, есть выбор кисломолочки на растительной основе. Ну и есть и безлактозное молоко, между прочим, да, тоже можно его добавлять в кофе без проблем. Что может произойти? Лучше самочувствие, опять же, снижается отечность, особенно там женщины это чувствуют по утрам, они говорят, о, прям я вижу, лицо стало другое. Лучше сон и так далее, и так далее. Если это есть, то вы обнаружили вот для себя такой лайфхак. Мне было там слишком много лактозы, слишком тяжело ее усваивать. При этом, опять же, это не значит, что больше никогда не сможешь съесть борщ со сметаной. Да, просто чуть-чуть в этом смысле поменяет свой рацион. Правильно ли полностью, так сказать, отказываться от молочных продуктов и переходить на вот эти вот всякое альтернативное молоко? Офсяное, кокосовое, миндальное? Нет, конечно, нет. Молочные продукты классные. Это история человечества, сыры. Это безумная крутая история. Но мы также понимаем, что у любого молочного продукта есть темная и светлая сторона. Если есть молоко, которое стоит на столе и не портится в течение месяца, то это значит, что в нем есть какие-то антимикробные вещества, которые не дают ему испортиться. Если мы такой продукт едим, то наши микробы тоже портятся и так далее, и так далее. То есть максимально свежая, максимально вкусная, минимально процессированная. То есть в сторону, может быть, такого фермерского, более премиального. Это хорошая история. Это мифли, что надо есть супик каждый день, кашку надо на завтрак. В супах какой плюс? В основном это история про бульон. То есть хороший наваристый бульон – это огромное количество, например, белка в говяжьем или курином бульоне, который очень хорошо переварен за нас в процессе кипячения и так далее. И мы очень легко усваиваем. Если вспомним, когда мы болеем, самая приятная еда, которой хочется, которая максимально восполняет силы – это какой-то там куриный бульончик. Но мы никогда не пользуемся этим в обычной жизни, потому что, может быть, это не так модно выглядит. Но это действительно источник сил для нас. То есть почему супы – это классно? Потому что это действительно много энергии. Запивать еду водой можно? Сколько ученые не пытались воспроизвести эффект запивания и посмотреть, хуже ли переваривается или нет. Основное, что говорят, что разбавляется желудочный сок, ну и типа человек как-то хуже переваривает. Чтобы разбавить желудочный сок хоть как-то, нужно выпить 2-3 литра воды, наверное, за едой. Мы так не пьем. То есть если у нас в удовольствии стакан воды, бокал чего-то с едой – это супернормально, если мы не чувствуем никаких сложностей со своим пищеварением. С точки зрения науки, физиологии, точно никакой проблемы нет. Там 200-300 миллилитров воды выпить вместе с едой. А мозг как-то участвует в регуляции аппетита и потреблении пищи? И вот, может быть, какие-то факторы могут влиять на наши вкусовые предпочтения? Пищеварение вообще начинается с органа под названием глаза. Когда мы видим, потом чувствуем запах, у нас уже вырабатывается слюна и ферменты, и мы представляем, что нам надо будет сейчас переварить. Да, вот эти слюнки текут, и это первый шаг пищеварения. Наверное, самый крутой пример – это кинотеатр. Бывает такое, что реклама еще не закончилась, а ваши соседи уже съели ведро XXL попкорна. Мозг смотрит телек в этот момент, смотрит видеоряд, видеоряд устроен так, что там что-то интересное, потом там какая-то проходочка, подводочка, потом что-то еще интересное. Там быстрая машина, лес, голая женщина, что-то там, небо, потом взрыв какой-то. И вот этот цикл интересного, и потом восстанавливается нейромедиаторы, и снова интересное, он заставляет наш мозг бесконечно смотреть, что сериалы, что эти полуторачасовые фильмы. Если в этот момент мы что-то кладем в рот, мы даже не чувствуем сигналов насыщения, потому что вот это вот от зрительного гораздо ярче впечатление. И мы можем съесть сколько угодно. То есть нельзя есть во время просмотра телевизора? Даже телефона, потому что социальная сеть с этой штукой устроена таким же образом. Она тоже подключается к нашему дофаминовому циклу. Как будто бы еда, просто сказать себе, слушай, у меня в день есть полчаса или 45 минут побыть с собой. И это мой вклад в мое здоровье на следующие 60-80 лет здоровья моих детей, в мою креативность, в мое настроение, в мое антидепрессивное состояние. И прям вот как мы молиться уже давно перестали, но вот сесть с этой едой и провести время с собой, почувствовать все вкусы, которые там есть. Большинство людей свою стандартную порцию даже не доест. Они говорят, слушай, с телефоном я съедал его. Без телефона я вот как-то это пожевал, половину съел, мне больше не хочется. Я очень часто, особенно когда одна ем, я включаю что-нибудь на Ютубе, ставлю телефон и ем. Но я думаю, так ест большое количество людей. А какое влияние имеет питание на наше физическое и эмоциональное состояние? Когда мы съедаем что-то высокоуглеводное, у нас резко поднимается сахар в крови, но через какое-то время, и у нас такой раж. Люди пьют газировку и Red Bull с сахаром и так далее, потому что тут же куча энергии. Примерно через 40-90 минут сахар возвращается, где он был до еды, а потом начинает снижаться. И в этом состоянии у нас меньше сил, мы более раздражительны. Где-то примерно в этот момент мы выпиваем еще немножечко кофе или съедаем какую-то шоколадку, и мы весь день путешествуем по этим волнам сахара. Особенно это видно на детях. Он дал конфету, он носится, потом у него истерика. У взрослых это тоже есть. Мы чуть больше контролируем наши позывы, но можем обратить на это внимание. И это один из эффектов, который люди замечают, когда снижают количество сахара, избавляются от него. Они говорят, слушай, более ровное стало настроение. Не вот так вот, а как бы в среднем чуть-чуть повышается к вечеру, потому что много всего классного сделал. А есть ли какая-то альтернатива сахару? Это классный вопрос, и мы видим сейчас, индустрия как раз идет по этому поводу. Она говорит, вот вам сладенькое, типа не такое вредное, но с каждым новым ингредиентом мы понимаем, что всегда есть какие-то сомнения. У меня возникает вопрос, а насколько мы вообще уверены, что нам нужно так много сладкого? Почему мы не можем эти же вкусы добывать из свежих продуктов? Ягоды, естественно, сладкие фрукты, естественно, сладкие. Вот их использовать, да, даже заменить там условные конфеты и странные шоколадки с большим количеством сахара на хотя бы сухофрукты, это да. А какие, получается, продукты могут вызвать раздражительность, усталость? Помимо сахара, ну, любые стимуляторы и, в принципе, и кофеин будет тоже так на нас влиять. Мы тоже можем обратить на это внимание, да, что там речь ускоряется, потом, ну, то есть там всегда вот эта волна, ты наверх, а потом вниз, и обычно, когда идет вниз, мы там очередное что-то, какой-то стимулятор применяем. Просто можно попробовать выбрать, может, не самый сложный день и начать его не с кофе, да, а там выйти подышать глубоко на улице, в парке, ну, только не у проезжей части. Это бы уже сработало. А какие продукты дают энергию? Дают энергию. Вот это классно. Мы понимаем, что все те же самые продукты, про которые мы говорили, целые, да, цельные продукты. Свежие, вкусные, хрустящие. Очень много, например, на чувство бодрости влияет даже сам запах цитрусов. Просыпаемся, нюхаем лимон. Да, или апельсин. Или апельсин. Грейпфрут, если мы понюхаем или съедим, то это прям вообще будет подрячо. Вообще, да, все, я уже куплю грейпфрут, буду занюхивать с утра. Потом идем на прогулку, дышим полной грудью и только потом съедаем. И потом думаем, а хочется нам вообще кофе вот сейчас или нет? Или мы уже вдруг находимся в активном состоянии и готовы делать то, что нам хочется без вот этого дополнительного. То есть, получается, дают цельные продукты? Да. Ну, и всякие, соответственно, орехи, и вот то, что мы говорили с вами в начале. А существует какой-то условный перечень классных продуктов для волос, ногтей, кожи? Самое-самое известное, что про кожу, ее здоровье, волосы и ногти – это коллаген. И мы как-то уже привыкли из-за рекламы думать, что коллаген – это вот какие-то таблетки, порошочки или там шотики или уколы. Но на самом деле коллаген, его очень много в хорошем бульоне. Есть прям суперрецепт. Это называется костный бульон, когда мы берем хрящи, косточки, вывариваем их, снимаем потом все мясо и так далее, там 2-3 часа, потом еще 2-3 часа варим. Это фактически холодец. Ну, более того, это можно... Молодость сохранить непросто. Можно это купить уже в готовом виде, хорошие бульоны, только не кубики, да, а прям вот настоящий, там, то, что и называется костный бульон, они бывают рыбные, куриные или говяжьи, то есть, это приготовлено из нормальных животных, да. То, что тот коллаген, который в капсулах – это остатки переработки куриц, условно, на каком-то заводе, который точно так же сварили, высушили и положили в капсулы, да, это только с точки зрения удобства. А здесь это полноценный продукт, и, опять же, приближаясь сейчас осенью к сезону простуд или там зима, какое-то сложное время, это традиционная русская история про наваристый супчик, да, даже, пардон, соляночка, да, которая известная антипохмельное средство, она тоже помогает нашей коже, да, вот этой вот структуре. Ну, понятно, что без витаминов вообще никуда не денешься, но люди-то все сидят в помещениях большую часть времени, да, вот витамин D, его восполнение – такая ключевая роль. Остальные витамины мы можем восполнять при помощи еды, чуть-чуть надо в этом смысле заморочиться или найти себе нутрициолога, который поможет, собственно, это его профессия, подобрать какие-то лайфхаки. Потому что витамин D нужен каждому человеку, а остальные витамины можно добирать и нужно добирать продуктами нормальными. Это было бы очень круто. Это получается на круг, что называется, не очень дешево, потому что продукты должны быть свежие, спелые и так далее, и так далее, но вот в сезон это прям очень круто. А можно ли вообще сохранить молодость, питаясь правильно? Конечно, нужно. Мы сейчас видим огромное количество людей в возрасте 40, 50, 60+, которые выглядят хорошо. Обычно это очень такой хороший индекс массы тела, да, то есть без лишнего веса, хорошо выглядящая кожа, отличное настроение, горящие, сияющие глаза. И это не фармпрепараты. Наверняка немножечко добавочек. Конечно, правильный уход за этим всем, но в основе всегда лежит сбалансированное, правильное питание. И человек, ну он должен в это погрузиться. Это невозможно не разобравшись, да. Нужно понять, что в какой-то момент, да, наверное, сейчас у меня там была карьера, нужно было это сделать, сделать, но теперь время вернуться к себе, позаботиться о себе. Ну, потому что, опять же, ты будешь сделан из того, что ты скушаешь. Хочешь быть сделан из шавермы и хот-догов? Пожалуйста. Но это плохо очень выглядит, и это не очень долго проживет. Хочешь быть сделан из чего-то свежего, классного, наполненного, то вот такая еда, она уже есть. Ты, скорее всего, просто ее не замечаешь, пробегаешь, не привык. Это в конце концов вопрос привычки. Ну, люди говорят, что я не люблю это. Вот я не люблю, есть зелень, мне не нравится. Есть огромное количество вариантов. Вот, допустим, смузи, как способ употребления зелени, там уже одно решение, да. Разные комбинации салатов уже другое решение. Потому что он говорит зелень, но он даже большинство этой зелени даже не пробовал. Может взять, купить каждый по листочку и хотя бы выбрать, какая из них самая для него ужасная, а какая более-менее ничего. Вот вы сказали про сахар, а соль? Проблема в том, что чем больше мы ее едим, тем хуже мы чувствуем без нее остальные вкусы. И здесь, опять же, история взять и сделать такой детокс от продуктов с солью. Кажется, сначала все пресным. Через неделю, две, три, через месяц уже 100% ты будешь чувствовать этот вкус. И то, что раньше ты солил в этом необходимом диапазоне или продукты, которые покупал, ты будешь брать в рот, и тебе будет казаться, что это на самом деле слишком. А диетологи ведь часто советуют еще заменить обычную соль морской. Это хорошая история. В морской соли, в гималайской соли больше минералов просто содержится. Других, которые нам сложно получить из современной еды. Пробиотики и пребиотики. В чем разница, для чего они используются и нужно ли применять пробиотики и пребиотики? Как вообще их назначают, как они работают? Пробиотики – это слово, которое наш с вами соотечественник Мечников Нобелевскую премию получил. Он смотрел за болгарами, которые живут супердолго. Болгары-долгожители. И заметил, что они пьют простоквашу. Оттуда достал болгарскую палочку, так назвал. Появилась простокваша Мечникова. Как название, как концепция для долгожительства. И что он понял? Что есть микробы, которые действительно помогают поддерживать нас в очень хорошем состоянии. Он их и назвал для жизни. Про-биос. Да, для жизни. А пребиотики. Пре – это то, что перед. И в этом смысле, что должно быть, прежде чем эти ребята начнут расти, их надо чем-то покормить. И вот состав продуктов, которые им нужны, которые они едят – это пищевые волокна или клетчатка, или мы называем это научно-пребиотики. Это естественная часть растений, которая не переваривается у нас во рту, в желудке и в тонком кишечнике, достается нашим микробам. То есть, это длинные пищевые волокна, длинные углеводы, да, там какая-нибудь из твердых сортов пшеницы, паста альденте сваренная тоже будет в этом смысле пребиотиком. Кроме того, что должны жить микробы, их надо чем-то накормить. И вот пребиотики – это концепция. Можно купить в добавках, можно, опять же, увеличив... Но это полезно, их можно использовать? Это необходимо для современного человека. Мы не доедаем питание для микробов. Мы, скорее всего, поэтому в основном и болеем. То есть, чтобы не было сезонных заболеваний, предупредить, например, 8. И возрастных, и хронических, да-да-да-да, супер. Самым лучшим показателем того, что нам хватает пребиотического этого компонента – это наш регулярный стул в достаточном количестве, очень хорошо оформленный. Если это происходит с нами раз в 2-3 дня с трудом, или это выглядит как-то очень разорвано, странно и так далее, 60% людей вообще даже не смотрят, что там с ними произошло в туалете. Просто смывают и убегают, даже не знают, что у них со стулом. На это можно обратить внимание. Опять же, это удобно, потому что никакие анализы не нужны. Либо у тебя классный, здоровский стул, Пушкин еще об этом писал стихи, что это прям вот хороший день у меня сегодня. Либо у тебя эта штука не работает, и это для тебя сигнал обратить на вот эту пребиотическую часть питания. А кто их назначает? Можно выбрать это все самому. А, самому. То есть, это не обязательно, да? Да, это биологически активная добавка, и она в любом случае не синтетическая. Это естественная часть нашего питания. То есть, плохого от нее не будет, от этих пребиотиков? Да, просто увеличится количество стула, да. Потому что микробы это все съедают и делают наши какашечки. То есть, я правильно понимаю, что надо, ну вот сейчас условно, я не знаю, там, зайти в интернет или зайти в аптеку? Есть клетчатка, есть у нас вот известная в каждом магазине, есть сибирская клетчатка, ложкой размешал, выпил и пошел так каждый день, и посмотришь, как будет работать кишечник в этот момент. Можем ли подытожить и дать один универсальный такой совет для здоровья нашего организма и при этом для правильной работы мозга? Стоит обратить внимание, что, в принципе, нашими пищевыми пристрастиями и вкусами в какой-то момент стали управлять не мы, а производители питания, которые за счет этого решают свою задачу по получению прибыли. Поняв это, мы должны посмотреть, а что мы хотели бы или что мы можем сейчас, в ближайшую неделю, заменить на что-то другое. Выбрать что-то одно, что мы хотим заменить и на что мы хотим заменить, ну там, условно, кока-колу на орешки. Сделали, посмотрели, дожили до конца недели, осознали результат и в следующий понедельник делать то же самое. Самое главное в здоровье – это иметь привычку создавать новые классные привычки и пробовать. Может быть, это вам не подойдет, и вы вернетесь к кока-коле, но попробуйте на следующей неделе что-то снова плохое заменить на что-то хорошее. Потому что нет ни одной таблетки, которая сделает нас здоровыми. Здоровыми делает наше отношение к жизни. И вот это отношение – это и есть эксперимент. Пробовать разное, смотреть, как это работает для тебя. И здесь как раз мозг – самый лучший наш подсказчик, потому что когда мы ориентируемся на свое состояние, настроение, мы понимаем, блин, да, это работает. Вот кока-кола, я знаю, меня там на ближайшие полчаса сделает очень радостным, счастливым. А потом не очень. Я это заметил. А вот там неделя орешков. Заметил прям действительно лучше. Теперь просыпаюсь и хочется куда-то двигаться. Слушайте, знаете, что я заметила просто? Я не связывалась с едой очень долгие годы. Я только недавно задумалась о том, что, возможно, мои тревожные состояния и плохое настроение часто, и скачки были связаны с тем, что я отвратительно питалась. Спасибо вам огромное. Было суперинтересно. Спасибо вам большое. Спасибо.